Глава двадцать первая. Дом Азурки. — Э-э, да у вас, видно, будут танцы, — сказал Серёжа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток. — Надо перчатки надеть. — Как же быть? А у нас перчаток-то нет, — подумал я. — Надо пойти наверх поискать. — Но хотя я перерыл все комоды, я нашёл только в одном наши дорожные зелёные рукавицы, а в другом одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне. Во-первых, потому что была чрезвычайно старая грязна, во-вторых, потому что была для меня слишком велика, а, главное, потому что на ней недоставало среднего пальца, отрезанного должно быть ещё очень давно Карлом Ивановичем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами. Вот, если бы здесь была Наталья Савишна, у неё верно бы нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, отчего я не танцую, что мне сказать? И здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватится. — Что мне делать? — говорил я, размахивая руками. — Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя. — Иди, ангажируй даму, сейчас начнётся. — Володя, — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение близкое к отчаянию. — Володя, ты не подумал об этом? — О чём? — сказал он с нетерпением. — А, о перчатках, — прибавил он совершенно равнодушно, заметив мою руку. — И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет. И, немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшимся мне столь важным, успокоило меня. И я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до её мантильи, я шёпотом сказал ей. — Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет. — А что, мой друг? — У нас перчаток нет, — повторил я, подвигаясь ближе и ближе и положив обе руки на ручку кресла. — А это что? — сказала она вдруг, схватив меня за руку. — Посмотрите, моя дорогая! — продолжала она, обращаясь к госпоже Валахиной. — Посмотрите, как расфронтился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью. Бабушка крепко держала меня за руку и серьёзно, но вопросительно посматривала на присутствующих до тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено и смех сделался общим. Я был бы очень огорчён, если бы Серёжа видел меня в то время, как я, сморщившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку, но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слёзы навернулись ей на глаза и все кудряшки распрыгались около её раскрасневшегося личика, мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех её был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принёс мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным – в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности о мнении, которые о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Что это, как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Как мило она улыбалась, когда в шане подавала мне ручку. Как мило в такт прыгали на головки её русы и кудри, и как наивно делала она жатой ассамбле своими крошечными ножками. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону, и когда я, выжидая такт, приготовился делать соло, Сонечка серьёзно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал шоссе-эн-авант, шоссе-эн-арьер, глиссад, и в то время, как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и ещё милее засеменила ножками по паркету. Ещё помню я, как когда мы делали круг, и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая свои руки из моей, почесала носик о мою перчатку. Всё это как теперь перед моими глазами. И ещё слышится мне кадриль из Девы Дуная, под звуки которой всё это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чём с ней говорить. Когда молчание моё сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, и решился во что бы то ни стало вывести её из такого заблуждения на мой счёт. — Вы постоянно живёте в Москве, — сказал я ей и после утвердительного ответа продолжал. А я ещё никогда не посещал столицы, рассчитывая в особенности на эффект слова «посещать». Я чувствовал, однако, что хотя это начало было очень блестящее и вполне доказывало моё высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Ещё не скоро должен был прийти наш черёд танцевать. А молчание возобновилось. Я с беспокойством посматривал на неё, желая знать, какое произвёл впечатление, и ожидая от неё помощи. — Где вы нашли такую уморительную перчатку? — спросила она меня вдруг, и этот вопрос доставил мне больше удовольствия и облегчения. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу. Распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зелёной бекеше упал с лошади прямо в лужу и тому подобное. Кадриль прошла незаметно. — Всё это было очень хорошо, но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныче? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда кадриль кончилась, Сонечка сказала мне «мерси» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил её благодарность. Я был в восторге. Не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя. Откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? Нет вещи, которые бы могла меня сконфузить, — думал я, беззаботно разгуливая по зале. Я готов на всё. Серёжа предложил мне быть с ним визави. — Хорошо, — сказал я, — хотя у меня нет дамы, я найду. Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил с целью пригласить её. Он был от неё в двух шагах, я же на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я всё разделявшее меня от неё пространство и, шаркнув ногой, твёрдым голосом пригласил её на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, а молодой человек остался без дамы. Я имел такое сознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека. Но после узнал, что молодой человек этот спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо его и перед носом отнял даму.